Всем привет! Это история от подписчицы. Сейчас я зачитаю ее письмо, дам свои комментарии. Итак, здравствуйте! Мне 25 лет, я гражданка Ирландии, работаю учителем в частной средней школе. Поскольку я сама из России решила встретиться с мамой, которая живет в Москве, и выбор пал на Турцию, так как самый простой вариант для нее. Выбор пал на семейный отель в Анталии. Мы провели там две недели, все было очень хорошо. Когда я вернулась домой, подписалась на отель в Инстаграме, открыла сториз, перешла случайно на какой-то профиль. Отель зарепостил видео этого профиля. В общем, вышла оттуда и все. Потом мне написал парень, пользователь. В принципе, это не суть. Мы начали общаться. Ему 25 лет, он с Диар Бакыра, курс средний в семье, 7 детей. Мы постоянно общались обо всем. Он поддерживал меня в трудный период на работе. Мы разговаривали на разные интересные темы. Не было ощущения, что у нас в Турции никаких подкатов, комментариев по поводу внешности. У меня появилась какая-то даже влюбленность. То есть он завоевал ваше доверие. В какой-то день я пришла с работы, мы созвонились, и я сказала, что я соскучилась. Это было первое двусмысленное такое высказывание. С этого момента мы постепенно съехали с дружеского общения на романтичное. Он никогда не был навязчивым. Из нас двоих, наверное, даже я была более прямолинейно и открыто. Мы общались так 4 месяца. Он четко знал и сказал, что у него никого нет. И кроме меня он с девушками не общается. Только если какие-то родственницы из семьи. Мне тяжело писать это, но напишу как есть. Мы пару раз секстились. Инициатором была я и у меня двоякое отношение сейчас. С одной стороны, у меня не было грандиозных планов по замужеству. Я просто делала то, что хотела, получала удовольствие. А с другой стороны, у меня в голове сидит девушка строгих нравов, которая это осуждает. Я боюсь, что и вы с подписчиками меня закидаете камнями. Были фотографии без наших лиц, без опознавательных знаков, исчезающих в сообщениях в инсте с обеих сторон. Знаете, что я здесь скажу для вас чисто психологически? Здесь неважно, закидают вам, там, не знаю, тапками вас я, подписчики или еще кто-то. Вы, в принципе, это ваша тема по жизни, вы живете, ваша самооценка опирается и живете, вы жизнь строите с того, будет ли у меня одобрение чье-либо, поддержит ли меня, скажет, что я хорошая. То есть в вашей голове вот живет эта правильная девочка, не эта правильная, как очень часто, идеалистка, может быть, какая-то отличница с синдромом отличника, человек, правильная в моральном плане, в бытовом и так далее. Все правильное на пятерочку, это всегда мы делаем для одобрения нас, для того, чтобы нас любили, дарили любовь. Это условие, за которое мы получаем любовь своих родителей. Об этом, пожалуйста, задумайтесь. Это к вопросу о вашем общении с вашей мамой. Оттуда ноги растут. И тут не важно, что о вас скажут и подумают чужие, вообще незнакомые вам люди, важно, что вы думаете сами о себе. Вы сами не знаете, чего конкретно хотите, потом об этом сомневаетесь, а правильно ли я поступала. Если у вас есть четкое убеждение, понятие своих желаний, чего я хочу, никакая критика, ни страх того, что меня покритикуют, оценят, закидают тапками, для вас это вообще никак воздействовать на вас не будет. Вам это будет абсолютно безразлично. И тогда у вас вот эта тема вообще, как то, что вы мне написали, она вообще не возникнет сама собой. Ее просто не будет почвы для этого. Давайте дальше. Его уволили из отеля, он вернулся в Диарбаккер. Через пару месяцев он начал писать, что нелегалом поедет в Германию. Я сказала, что небезопасно это. У нас был разговор на час на эту тему. Он заявил, что принял решение и едет. И закрыли тему. Но он потом постоянно писал, что рискует жизнью, чтобы дать мне хорошее будущее. Еще ничего не было. Уже вам трагедия уже себя ломает великомученика. У меня все в порядке с карьерой. У меня есть жилье и друзья. Девушка от себя написала. Он говорил, что мы поженимся. Я приму ислам и буду жить с ним в Германии. В кавычках бред. То есть вам сама эта идея не очень. Я не реагировала на это. Он начал писать, что либо нелегалом ездит, либо нам надо заключать брак. И я вывозить его должна ко мне в Ирландию. Была серия таких манипуляций. Стало мне понятно, что меня используют для смены места жительства. Какое счастье, что вы это поняли. Я очень за вас рада. У него в Инстаграме были девушки. Ну не прям, чтобы много. Может штук пять. И как-то я ему верила. Поэтому у него доброе лицо, честный взгляд. Здесь у нас смеющийся смайлик. Но как-то одна из них загрузила Рилс с кучей фотографий. И я его на них увидела. Там проникнули какие-то фотки с парнем. Я не поленилась. Скачала этот Рилс. Замедлила ролик. И увидела там этого курда на нескольких скринах. Шлет поцелуйчики, улыбается вовсю. То есть они болтают по видеосвязи. Откуда она и сделала эти скрины. Что в принципе окей. Но он-то мне сказал, что так не делает. Что он мне получается? Соврал? Я привыкла к тому, что люди прямо говорят, где мы стоим. То есть я еще серьезные отношения или мне нужен только секс и так далее. То есть конкретная определенка. Я ему сказала, что знаю, что он параллельно общается с другими девушками. Он отпирался до последнего. То я должна ему доказать это. То это какая-то немка, которая была до меня. То подруги его мамы. Потом русские девочки, ну подружки. Короче, было мне непросто. Начал всех их бегом удалять. Писать какие-то глупые подписки публичные. Как он меня любит. Прислал скрин переписки на английском языке с какой-то немкой. Типа подругой. Ну, это та, к которой он собирался переезжать нелегально. Где он прислал мое фото и писал, как он меня любит. Какая я красивая. Прислал мне этот скрин. Детский сад. Но тут я поняла, что мое-то фото было исчезающим. И отсылала-то я это фото месяц назад. То есть он скриннил мои фотографии. Так что в инстаграме-то это не оповещалось. Первая мысль была, естественно, что все наши откровенные фото тоже он скриннил. Наконец-то. Я больше скажу, что 100% он это и делал. Я прошу его удалить это все. Он клянется Аллахом, что удалил. Но я так не думаю. О, боже. Если такой этот Альфонс, который ищет себе женщину, чтобы куда-то переехать, куда-то тернуть для счастливой своей жизни. Он думал, мамой-то родной будет клясться не только Аллахом и будет говорить, что все сделал, все как надо. К кому вы верите? После этого общения мне продолжать не хочется. Он манипулирует, пишет, как скучает, что ненавидит себя и так далее. Я думаю, как мне теперь поступать? С одной стороны, это уж все сделано. Женское тело это просто женское тело. Урок мне на будущее. Я не хотела, конечно, секса с 24 февраля. С ней у меня это вернулось желание. А с другой стороны, не хотелось бы, чтобы он фотки отсылал моим друзьям. У меня, конечно, закрыт профиль, но он может кого-то найти в рекомендациях. Не знаю, в общем. Он не знает адреса и моей фамилии тоже. Из хорошего. Я узнала о вас и ваши психологические видео, и они замечательны. Спасибо. Вернулось в мое сексуальное желание. Возможно, это временно. Возможно, это было временно. Причина не в нем. Короче, я поняла, что менталитет парней Западной Европы это мое, а не Восток. Мне нечего соваться в Восток. Это не мой уклад и вообще не мое. Из минусов. Чувствую себя падшей. Вот решила себя пересилить и написать вам, как мне лучше поступить сейчас. Блог или жить дальше. И надеяться, что ничего не произойдет плохого. Спасибо большое за ваш труд и время, потраченное на чтение этого всего. Перечитываю, понимаю, что дурочка-то я какая. Хорошо, что вы что-то понимаете. Это уже классно. Это, говорит, уже не зря. Но что я могу отметить? Боже, вы что себя привязываете неким чувством вины перед самой собой, вот этими угрызениями, что я плача и плохая. Дабы он мне никак не навредил. Я, пожалуй, буду дальше делать вид, что я с ним общаюсь. Он от вас не отстанет. Это растянется очень надолго, на пару-тройку месяцев. Это его, назовем так, работа. Это его план. Он любит ждать, долго писать, не отставать. Ну, дятина, геройство, вот это все. Вот от него вообще так легко не отделаетесь. Я не думаю, что он вас будет шантажировать фотографиями или еще с чем-то. Может быть. Вот ставя точку, будьте готовы к этому, что это может быть. Если вы хотите максимально незаметное сделать, не просто блок, его по-честному, никогда для вида делают и оставляют приоткрытую дверь. Вы прям максимально все везде подтираете, удаляете. Всякие там фейсбуки, инстаграмы, все прочее, зацепки, сообщения чистите. Пусть скриннил окей, пусть все докажут, что это вы. Вы смените свою аватарку на профиль в инстаграм, где вы с ним общаетесь. И когда все почистили, тогда блокируете человека, понимая, что обратной дороги 100% нет. Это не про ту историю, что мне стало грустно, никто мне вечером не пишет, и я его разблокировала и написала сама. Вот этого нельзя будет делать. То есть 100% все до свидания. Тогда есть шанс, что, возможно, там, никакой, назовем так, мести, отсылания там фоток и всего прочего, этого не будет. Скорее всего, у него просто таких дамочек очень много, судя по всему. И за каждое так вот шантажировать, убиваться он, наверное, не будет. У него есть вариант повыгоднее. Это женщина из Германии, которая может к себе забрать. Так что, короче, вы не супер для него такая наживка. Короче говоря, не такой лакомой кусочек, а более перспективный есть. И он поэтому вам, скажем так, про Германию там зачесывал. Скорее всего, у него там есть какие-то наработки в этом плане. Если вы будете тянуть кота за одно место за хвост, например, с ним не с ним. Вот это все, это вот прямая дорожка к вашему шантажу. Если он видит, что вы за него держитесь, ломаетесь, неустойчивы в своих суждениях и желаниях, тогда он будет видеть, что на вас можно давить, и тогда давление применит к вам. Тем более, видите, он манипулировать любит, вы это в нем считали. Давление оказать вообще нефиг делать, короче говоря. Имейте в виду. Решите для начала для себя, чего я хочу. Перспектив там, естественно, нет. Это типичный вообще Альфонсо, никаких разговоров. Ну, это просто. Не тратьте свое время, дорогая, даже так скажу. Не тратьте свое время, которое потом пожалеете. Вот даже сейчас пишите письмо, читаете, я написала письмо, сейчас его читаю, думаю, какая я была дурочка. Вот у вас уже оценка идет. Оставайтесь на этой позиции. Просто главное, плавно сейчас съехать с вот этого, с минимальными потерями для себя. Я уже это рассказала. То есть блокируйте, но заранее все максимально везде. Там даже в WhatsApp сообщения подотрите все, в Instagram, все, все, что только можно. Переименуйте свою страницу, поменяйте свою фотку, заблокируйте его, и все это сделать, чтобы он вас потом вообще найти не мог. Ну, конечно, по лайкам, там еще что-то найдет по переписку, но вы понимаете, да? Человек просто будет видеть, что он везде заблокирован, там, во всех соцсетях, мессенджерах всяких, у вас другое имя, никтем и все прочее. То есть у него хотя бы будет понимание, да, вы это не, скажем так, внесапно все сделали, но у него будет понимание, что вы по-другому хотите, что у вас новый этап, что как раньше вы уже не тот человек, назовем так, да? То есть у него будет понятие какое-то, что все, это не то, что было раньше, станете другим человеком, назовем так, в этом плане. Зачем вам это надо? Плюс вы запутаете его, поменяете никнейм, фотографию смените, профиль у вас закрытый, связать там какие-то всплывающие фотки, которые он, удаляющиеся, да, которые он когда-то мог заскринить, привязать вообще к вашему аккаунту, будет проблематично. В общем, подойдите к этому с головой, максимально, скажем так, скройтесь, и будет вам счастье. Потому что вы уже видите, понимаете, что тут ни про какую, ни про любовь, ни красивые слова. Я даже его, знаете, анализировать, разбирать самого как персону не буду, какие-то турецкие моменты. Мне вообще, знаете, резонуло сразу, уволили с работы. То есть не сам ушел, а уволили. Сейчас у нас заполняемость отелей на Новый год 99%, туристы никуда не уехали. Отпускники с октября уехали по турам, и отели заселили те, кто переезжают, скажем так, эмигранты, те, кто уезжает от всяких мобилизаций и всего прочего. Они живут в отелях, отель сейчас стоит столько же, сколько квартиру, короче, снять. Ну, кто не для ВНЖ, там на два месяца останавливаются люди. В общем, на какой-то перевалочный пункт такой. Все в отеле в Анталии забиты, у них полно туристов и иностранцев. Там в этом году очень теплая зима. В Анталии 1 января люди купались, мои друзья там живут, они купались 1 января. Дети в воду лезут, то есть 20-19-20 градусов вода. Да, холодно, но загорают в купальниках. То есть людей навалом. И если удалили с отеля в сезон, его уволили, у меня вообще вопросик. То есть он что-то там такое делал, за что его можно было уволить. То есть не очень хороший сотрудник. Два месяца сидел дома в Диарбакаре, не пытался подработать никак. И удает такой, я буду приезжать нелегалом в Германию. Да, здрасте, приехали. А поработать ты не думал вообще-то? Короче, работа есть везде и всегда. Может быть она неприятная, не какая-то, знаете, статусная может быть. Но поверьте, уборщики тоже везде всегда нужны. А кто это будет делать, если никто? Все откажутся. Поэтому, знаете, что работу всегда можно найти, если есть желание. А желания у него не было. Вот это мне сразу, о, легкой жизни чувак хочет. В общем, никто вас тапками не закидывает. Но на будущее я вам хочу сказать, предупредить вас, наметить вашу работу над собой. Вот эту правильную девочку для оценки надо в себе как-то. Становитесь плохой, похуже. В общем, работайте в этом плане. Вам будет тяжело. Вы всегда будете ждать оценки. Вы будете принимать какие-то действия, решения, поступки делать в своей жизни. Из-за того, что опираясь на то, что обо мне подумают, будут меня любить после этого поступка или нет, будут меня принимать или нет, а будут последствия или нет. Это не про счастье. Это про постоянные вопросы к себе и оценку самой себя. Это называется самобичевание. Потом из-за этого у нас идет понижение своей самооценки и так далее. Любите себя просто так, за то, что вы есть. Просто без повода. И плохую, и хорошую. Не занимайтесь своей расчлененкой, не вычленяйте что-то из себя. Вы этому научились из детства от родителей, скорее всего. Вас любили за что-то. Это время пришло это поменять. Я все еще обдумываю, планирую марафон к концу января, поэтому напишите в комментариях, кому это интересно. Я вот думаю, может, тему про самооценку, тоже про самообичевание, это надо туда включить. Вообще надо учиться любить себя просто так. Это проблема очень многих людей, любить себя не за что-то, а просто так, за то, что я у себя вообще на свете существую. Спасибо всем за внимание, жду ваших комментариев к видео, что вы скажете девушке, пожелайте ей, скидайте в нее тапки или нет. Наверное, не надо, она все осознает, делает выводы какие-то. Просто, назовем так, влюбилась в какой-то момент, чувство ей захотелось, но просто не подходящий для этого человек. Попался на пути, скажем так. Жду ваших комментариев, в инфобоксе под видео есть моя почта. Кому нужна консультация психологическая, напишите на почту тема письма консультации, я вам отвечу. Мы с вами встретимся в скайпе или в видеозвонке ватсап. Спасибо за внимание, всем пока!